Восьмая международная ежегодная конференция, посвященная боковому амиотрофическому склерозу, сокращенно БАС, проходила в Москве 18 и 19 мая. Мероприятие традиционно организует благотворительный фонд помощи людям с БАС «Живи сейчас». С учетом того, что боковой амиотрофический склероз – редкий диагноз. И одна из основных сложностей – это в первую очередь сложность с диагностикой. И мы знаем, что в России очень большое количество ошибочных диагностированных пациентов, которые не знают о своем диагнозе. Поэтому любые конференции, любые варианты, где у нас есть возможность выходить на широкую публику, на большую аудиторию, дают нам возможность разыскивать в том числе и потерянных пациентов и поворачивать их к той помощи, которую они реально могут получить в нашем государстве, просто как только они узнают свой диагноз. Конференция БАС – единственный форум по этому заболеванию в России. Она собирает известных экспертов в области диагностики, лечения и ухода за людьми с тяжелыми, в том числе орфанными заболеваниями. Пожелаю слушателям присоединяться к этой очень полезной, практически полезной конференции, которая проходит уже восьмой раз, восьмой год. Действительно отвечает на очень актуальные вопросы, которые часто пациенты не могут получить на них ответы, особенно в регионах, не могут получить специализированную помощь. Здесь, в рамках этой конференции есть все шансы уточнить насущные вопросы и получить очень важные ответы в плане лечения, в плане реабилитации. Конференция БАС – уникальная площадка для встречи пациентов и их близких с медицинскими специалистами. На ней одновременно работают две секции – для пациентов и для врачей. В первую очередь я, конечно, хотела бы пациентам, да, и их родственникам пожелать, чтобы они держались, чтобы они боролись с учетом того, что сейчас начинают появляться какие-то новые опции по терапии, про которые, собственно, сегодня тоже говорили, и, наверное, будут еще говорить. Я думаю, что очень важно, конечно, как бы надеяться на лучшее, верить. В этом году особое внимание в программе конференции было уделено когнитивным нарушениям и проблеме принятия решений у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом.